Всех приветствую на канале Счастливой Разведенки. Думаю, тему женской подлости, ну, ни для кого не новинка. Но в данном видео я расскажу о некоторых популярных женских подлостях, которые происходят в отношениях. Возможно, кто-то с этим сталкивался, кто-то с этим не сталкивался. Мы не будем сегодня обсуждать измены и прочее-прочее. Нет. Это все скучно, это обыденно. Мы возьмем немножко более экстравагантное. Но, опять же, задену я не все. Ну, а если у вас есть какие-то такие необычные истории, то можете написать в комментариях. Ну, или не написать, а просто вспомнить лишний раз былые времена. В общем-то, один из моих подписчиков рассказывал историю. Ну, как рассказывал, мы в Инстаграме переписывались. И, кстати, он иногда бывает на моих стримах, возможно, он смотрит это видео. Никаких имен я не называла, поэтому все строго анонимно. Но я считаю, что нужно поведать эту историю миру. Как-то вообще давно еще, по-моему, не буду называть имена. Но, в общем, у одного блогера, которого вы знаете, было написано о том, что женщины часто травят мужчин. Травят то грибами, то еще чем-нибудь. И, знаете, я вот когда читала все это, я удивлялась и думала, о, боже, как это так? А на самом деле, да, это популярно. Это реально популярно. Ну, не то, чтобы прям, да, каждая вторая жена своего мужа, в общем-то, пытается отравить. Нет. Но такие ситуации случаются, в общем-то, чаще, чем должны случаться. Так вот, пишет мне подписчик и рассказывает историю свою из жизни. Что, да, с женой там периодически были какие-то недомолвки и прочее, прочее. Но потом, в какой-то момент его состояние стало ухудшаться, 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 ухудшаться. Пока однажды он не поймал свою бывшую жену за тем, когда она подливала некую химозную жидкость в его еду и питье. То есть, я не помню точное название этого препарата. Но если там, что он реально жестко отравляет организм, вплоть до слабоумия. То есть, не убивает, а медленно отравляет организм. Вот понимаете, какая она жестокая и хитрая эта женщина была. То есть, как все продумано было до мелочей. То есть, это даже не гуманно. Обычно как сразу добивает и все. А она нет, она знала, она понимала, на что она идет. И да, то есть, такие ситуации, они реально бывают. И если ваша женщина, она доведена до каких-то определенных крайностей, или она понимает, что она будет иметь какую-то определенную выгоду, то она, скорее всего, да, она так и сделает. Потому что проще довести вас до недеясь способности, да, соответственно, можно отжать таким путем квартиру, машину, собственность, детей, деньги и прочее, прочее, прочее. Поэтому, да, это вариант. И, да, женщины пускают в ход все буквально. И даже такое. Еще один вариант – это когда вроде у вас в отношении все хорошо. Все нормально. Все в порядке. У вас любовь. Вы зарабатываете деньги. Я думаю, вы все знаете о таком объявлении, как бытовая, прости, не будем называть это слово, потому что Ютуб ругается. Ну, так вот, ладно, когда вы понимаете, что ваша женщина, да, ну, вот она потребительница. Но, когда вы зарабатываете деньги, а вдруг у нее откуда-то внезапно начали появляться тоже деньги, хотя она вроде как и не работает. Хотя, в принципе, родственники ее не особо такие богатые, состоятельные. Вроде никакой деятельности у нее параллельно нет, которая бы приносила ей доход. А деньги вроде как есть. И она говорит, ой, да там сестра там что-то подарила, да, подарок какой-нибудь. А то еще что-нибудь. И вот все как-то случайно, ей кто-то что-то подкидывает. И вы такие, как говорите, угу, любовник. Ну, вроде она все время дома. И признаков, абсолютно нету никаких признаков, что у нее есть с кем-то отношение. Как это так? Так, я расскажу. Да, есть такая фишка, как вебкам. И вы в отношении с девушкой, и пока ваша хозяюшка дома варит вам борщ, как вы думаете, она занимается вебкамом. С одной стороны, вроде как и неизменно, да. А с другой стороны, ваша женщина смотрит во всех ее прелестях, красоте и прочем-прочем в другие мужчины, которые платят ей за это деньги. Да, есть вебкамщицы, которые удаленно. Бывает и такое, что когда женщина, находясь в отношениях с мужчиной, параллельно становится еще и женщина с низкой социальной ответственностью. И вот, понимаете, при своем молодом человеке она такая вся не такуська и хорошая, а когда он на работе, она идет тоже на свою работу. Да, и такое бывает. И это, честно, тоже трешак. Но, с другой стороны, честно, это тоже довольно часто распространенный такой вариант. Хотя я думала, что такое бывает редко. На самом деле нет. И да, последний вариант такого, в общем-то, распространенного момента, когда женская подлость проявляется во всей красе, это подложное отсутствие. Да, тут, собственно, для вас ничего нового не будет. Тем более, я снимала, в общем-то, и не один каст на эту тему. Но кто-то, в общем-то, встречается с мужчиной, и будучи, кстати, беременной. А потом выдают ему, что вот у меня беременность, срок и все дела. И, конечно же, как настоящий мужчина, он должен взять ее, ребенка и прочее, прочее, и взять ответственность за них двоих. И не важно, что он настолько глуп, в общем-то, что не готов сделать тест ДНК. Возможно, он боится ее обидеть, оскорбить, он же настоящий мужчина, е-мое. То есть, вариантов очень много, и все эти варианты, они ужасны. То есть, кто-то просто, будучи с мужем, ему изменяет, да, вот они в браке, все у них хорошо, но она изменила, и иной раз даже сама не знает, от кого ребенок. А потом, когда дитя подрастает и видит, что, господи, что-то, ребенок-то не похож, в общем-то, на супруга, тут становится ясно, да, что, конечно, он нагуленный, но признать-то стыдно. А вот мужчина, в общем-то, ничего и не понимает. И такое бывает. И я больше скажу, вот в плане подложного отцовства, знаете, в чем еще проблема? Прямо зачастую, крайне зачастую, женщины, подруги, именно, вашей женщины, они советуют как раз-таки нагулять ребенка. Я больше скажу, в свое время даже мне такое предложили, понимаете? В свое время у меня с супругом не получалось зачать малого. Мы, по-моему, полтора года пытались зачать, у нас не получалось вообще. То есть, я, конечно, расстраивалась, я ходила по врачам, я думала, что проблема какая-то во мне. То есть, что, возможно, я вообще даже детей иметь не могу, но всякое приходило в голову, конечно. То есть, вот за что спасибо бывшему супругу, он не выносил мост мне на этом фоне, и он поддерживал всячески. То есть, мы верили, что у нас получится. Блин, у нас получилось. Но в то же время, когда я одной знакомой, пожалуй, что вот уже сколько времени не получается, да, причем, кстати, у нас был такой коллективный, грубо говоря, женский разговор, была я и две знакомых. И вот одна говорит, слушай, да это нормально все, всякое бывает. Ну вот, типа, с бывшим супругом, тоже, вот она, кстати, распашечка. Она говорит, тоже у нас не получалось, говорит, два года не получалось, а потом, говорит, в какой-то момент мы забили, и у нас выстрелило. Поэтому, говорит, не переживай, это дело вообще на женой, не волнуйся, наслаждайся отношениями, свободной жизнью, пока детей и плетей нету. Вы можете путешествовать вместе и прочее, прочее. Говорит, а потом, говорит, ребенок появится, говорит, вы дома сядьте и все. То есть у нее был взгляд такой, знаете, простой, бытовой, спокойный. Вот. Слово об этой распашечке я на стриме рассказывала. Вот. Вторая моя знакомая, она сказала, слушай, а моя знакомая, говорит, сделала по-другому. Говорит, она, говорит, нашла себе мужчину, который очень похож на супруга, и ребенка нагуляла от него. А супруга сказала, что это его ребенок. Я говорю, слушай, они до сих пор вместе живут, он говорит, да, говорит, все нормально, говорит, он, ну, говорит, ребенок очень похож на отца. Говорит, да, говорит, он нагулял на него, говорит, да, говорит, она до сих пор в отношениях со своим любовником, который вот ребенка есть сделал понимать то есть это вообще-то такой треша и это вообще очень распространено самом деле когда женщина реально советует другой женщине сделать ребенка другого мужчины это жутко надо женская подлость она она реально такого в общем то это вот такие вот самые распространенные варианты которые будут помимо там измены прочего прочего если вы предупреждены значит вы вооружены и это пожалуй самое самое главное поэтому не парьтесь чаще проверяйте своих своих да женщин да и помните что своей женщины не бывает вы просто какой-то там в очереди без обид в любом случае думаю все все понимают главное знайте на что способна женщина всем добра бобра и до следующего видео